Всем привет! Начинаю снимать новый влог. Меня просили показать, как поживает моя муравьиная ферма. Вот, давайте посмотрим. Вроде неплохо поживают мои мураши. Бегают, куда деток притащили, чтобы детки попили водички. Да, мы их немножко, так сказать, подсушили, немножко затянули с добавлением водички. Поэтому, когда сегодня в их домик, скажем так, воды поднили и наполнили поилочку, у них тут небольшой ажиотаж случился. Да, вот тут ажиотаж, посмотрите, сейшен целый. И вот вокруг поилки, посмотрите, сколько муравьев. Да, как-то сложно следить на самом деле за водой, потому что то она медленно заканчивается, то как-то внезапно. Влажность, она же меняется из-за погоды на улице, как эти батареи греют. Все это нужно учитывать и постоянно следить. А мы вот такие, ну, страшные хозяева. Да не, нормально, просто так сложились обстоятельства. Да, вот, королева пришла водички попить. Вообще, мы держим муравьев в книжном шкафу, на полочке там темно, плюс еще картонка сверху лежит. И мы обратили внимание, что они большую часть времени вообще ничего не делают, просто сидят на одном месте и чилят. Вот, это в живой природе муравьи постоянно вынуждены искать пропитание, домик охранять свой, да, чинить его, еще там что-то делать. А вот в таких домашних тепличных условиях они практически ничего не делают вот на этой арене. Ну, от силы пять муравьев обычно ходят. Ну, это сейчас у них такой ажиотаж, потому что их вытащили на свет, на большой, с их точки зрения у них сломали муравейник, вот, и воды еще завезли, поэтому они так очень активные сейчас. Ну, в другое время они действительно такие малоподвижные у нас жизни. Да, чилят постоянно. Вот, видите, ажиотаж какой. Камушки, палочки, чтобы он повеселее было. Так, где тут я видела, а, вот, видите, такое вот нечто. Это была тыквенная семечка. Да, она лежала на арене, и мы чуть-чуть сдвинули проходы, как дверки прикрыли, чтобы они целиком семечку не протащили. Но они все равно ее обгрызли и пронесли. Причем довольно долгое время они на нее вообще не обращались. Несколько дней они ее полностью игнорировали, а потом что-то вот набросились и растерзали. Да, обгрызли ее так неплохо. Ну, это я в интернете прочитала, что им можно давать семечки, ну, не соленые, конечно, чтобы они кушали. Мы, кстати, еще обратили внимание, что у них домик поделен на две части. Не просто потому, что здесь вот есть вход в одну часть, здесь в другую, и пройти можно только через арену. А они кучкуются в разных частях дома. Вот в этой части, где чаще всего бывает королева, очень много муравьев. Они, знаете, такой какой-то богатый квартал у них получается. А здесь поодиночке в основном рабочие собираются, солдаты иногда. Но их вот в этой части домика почему-то довольно-таки мало. И они, как правило, занимают среднюю часть, среднюю линию, вот если поперед провести, да, где-то вот так, этого пространства строго ни вперед, ни назад. То есть вот максимальное количество, они как линии такой сидят. Да, некоторые ходы вообще не задействованы, например, вот здесь практически никогда никого не бывает. Ну, зайдут и выйдут, да. А вот в этой части вот эти ходы чистенькие, там такое чувство, что вообще муравьев не бывает. Как-то они вот странно себе выбирают. По какой-то своей внутренней муравьиной логике. Да, по какой-то логике, где им ходить, где не ходить. В общем, всё это очень забавно. На самом деле наблюдать за муравьями весело, когда они стоят где-нибудь на столе, где есть освещение, где есть, не знаю, тряска какая-то, да, какое-то воздействие на муравейник. И они не спят, они именно двигаются. Но для них это, конечно, в некоторой степени стресс. Да, они этого не любят, когда рядом что-то такое вибрируют. Сейчас будем давать им гамарус. Такое развлечение. Детям тоже, я думаю, интересно наблюдать за муравьиной фермой. Они очень интересные существа, такие необычные, в каком-то смысле космические, я бы сказал. Они сегодня были как-то реально чужие какие-то и в другой галактике. Их своя логика. О, всё, поволох. Ты где-то прочитал, что муравьё умеют считать, да, до трёх? Было, где-то я читал лекцию, и там учёный, который изучает муравьёв, он утверждал, что на основании экспериментов муравьи умеют считать до двух, до трёх, как бы, совершенно чётко. Когда мы дали шесть гамарусин, в надежде, что три пойдут в одну часть дома, три в другую, нет, получилось, что кто был быстрее, тот схватил больше гамарусин. О, всё, уволок в дом. Уволок, посмотрите, в одно лицо волочёт. И сразу куда-то в угол, в угол, подальше от других. Ну, от него пытаются отобрать. Вот ещё одну гамарусин тащат. Тут один никак не управится толком. Хотя нет, вот, тоже один прёт. Видите, одну штуку в одну часть дома унесли, вторую несут в другую часть дома. Так. Иногда они, эти несчастные гамарусинки, таскают по всей арене, и по камням, и куда только не таскают, а потом только в домик несут. Вот, тащат. Забавно. Вот, последнюю гамарусину, давайте посмотрим, куда они их затащат. По-честному или как попало? Ну, давай, друг. Не, бедный квартал тащить не хочет. Не хочет? Ну, это ещё неизвестно. Может, он разворачивается, ему попой вперёд ходить удобнее. С таким-то грузом, конечно. По скользкому полу. Так, никак не определиться. Не определиться, куда же нести-то, ёлки-палки. Не, разделили по-честному. Да. Два туда, два сюда. Да. Так. Если внутрь затащили, обратно уже не вытащат, всё. Да, слупят меня за два. Так, давайте посмотрим, куда они тут занесли-то. Ой, видите, как далеко протащили. Ой, здесь два, две части, два гамаруса. И вот, здесь тоже. Да, интересно, если бы мы дали ещё одну штуку, куда бы они её попёрли. Я думаю, кто первый бы наткнулся. Может, дадим? Вот как они понимают, куда нести, какую часть. Давай дадим, посмотрим. Кто им даёт приказание, или они сами головой думают. Подожди. Стараются делить честно. Так, плюс-минус. Когда было шесть гамарусин, они их нечестно поделили. Они не смогли посчитать. У них не хватило процессора. Да. Так, ну что, ребята, будете делать? Слушай, по-моему, пытается сперить у них гамарус. Он спёр у них гамарус и тащит его. Ага. А может, нет. Может, он просто переносит из одной части дома в другую. Вот, честно. В каждом проходе по гамарусиню. Или как правильно. Так, возвращаемся. Куда попрёт? Ага, в бедный квартал. В рабочий. В рабочий, да. Да, они вот попой вперёд таскают. Им так удобнее. И один вполне справляется с поставленной задачей. Так, нет. Что-то он не определился до сих пор, куда нести. Вот как они решают, куда тащить? Я не понимаю. Балдеть. Так. Нет. Ага. Сюда. Тот нёс туда. Этот отнял и понёс непонятно куда. Куда несёшь-то? Он пытается сюда понести, но у него не хватает мозгов развернуть его в нужную сторону. Вот так вот попой вперёд нормально будет. Ага. Всё. Вот как. Уволок. Ну вот. Отнял у бедного... У маленького муравья. У маленького. Да, и притащил вот сюда. Ну, здесь муравьёв определенно больше. Плюс очень много деток. Им, конечно, нужно кушать. И детки такие странные у них. Мы тут на парочку каких-то очень нелепеньких наткнулись. То есть такое бледное нечто, а из него торчат лапки беленькие. Ещё тут где-то какой-то бледный муравей ходил. Понятно. Мы подумаем... Вот он, кстати. Где? А, вот. А я не... Вот. Вот тут. Ага. Может быть, вам видно, что он так светлее, чем все остальные? Мы пришли к выводу, что он, вероятно, только народился. Наверное. Но это не точно. Да. Мы пытались смотреть фильм про муравьёв. Какой-то... Он был слишком непонятный для меня. Там про разных муравьёв, про разные виды рассказывали. И какое-то клиповое что-то непонятное было. Мне не понравилось. Я ждала немножко другого. Да. Так что мы так и не узнали ничего про муравьёв. Нет, ну, кое-что узнали. Поилка-то какой популярностью пользуется. Они её регулярно камнями окружают. Такой тотемный столб у них тут. Причём они эти камни аж наверху умудряются. Поилка внизу обмотана верёвочкой, которая пропитывается водой. Да, и они на эту верёвочку затаскивают камни в том числе. Да, вот так. Поилка вроде бы, знаете, легче лёгкого сделать. А сколько пользы. Вот. Гомарус едят. Видите, по несколько муравьёв на один гомарус. Очень быстро от этого гомаруса ничего не останется. Так, куда попёр, куда попёр. Тащит куда-то. В другой проход. Ага. Не пошёл в том проходе гомарус. Нужно сюда нести. Может, к деткам принесёт. Так, королева тут выходила. Я думала, поезд к гомарусу. Нет. Просто так. Она, кстати, да, вот в этой части дома большую часть времени проводит. Чем та часть дома ей не нравится. Я не знаю. Мы уже поставили муравьиный домик на место, в шкаф. Здесь довольно-таки темно. Это сейчас большой свет включен. Спокойно. Никто их не тревожит. Они отдыхают. Да, вот. Плохо вам видно, конечно. Но на арене практически ни одного муравья. Так, пара штук туда-сюда ходят. А все сидят под этой картонкой. Давайте я приподниму. Вот, видите. Сидят. Практически ничего не делают. Сейчас, конечно, забегают. Им светло сразу стало. Так сидят. Поближе к поилочке передвинулись. Им тепло. Вода есть, еда есть. Всё у них хорошо. Зачем, в общем-то, суетиться. Наступил уже новый день. Точнее, даже, я бы сказала, вечер. И весь вечер у меня сегодня посвящен готовке. Я, кажется, уже когда-то говорила, что я готовлю примерно два раза в неделю. Но в больших, скажем так, объёмок. В кастрюлю супа, большой сотейник овощей или гречки той же самой. Ну, чтобы надолго хватило. Иногда бывает, что готовлю одно-два блюда. Иногда бывает больше. Вот сегодня, например, намного больше блюд я приготовила. Во-первых, я сварила суп. Да, вот такой замечательный суп. Куриный, нафаристый. Муж обрадуется. Он любит, когда ложка в супе стоит. Варила на курином бульоне, на грудке. Что у меня здесь? Картошка, помидорка, морковочка, вермишель, яичная. Не вермишель, точнее, а лапша. И куриное филе, мелко порезанное. Ну, и зеленушка. Да, вот такой суп получился. Вкусно пахнет. Я уже попробовала пару ложечек. Очень вкусный. Ну, почему-то куриный суп у меня всегда вкусный получается. Хотя я никаких секретов, поверьте, не знаю. Также я потушила овощи. Тушила столько, сколько посчитала нужным. У кого есть рецепт, как правильно тушить овощи, то вы, пожалуйста, напишите, как правильно. Не надо ерничать и смеяться над человеком, который делает что-то не так, как вы, или чего-то не умеет. Намного же полезнее написать какой-то рецепт. Вот мне под прошлым видео написали, как правильно варить рис, чтобы он не превратился в кашу. Даже не один человек написал, а несколько, за что им большое спасибо. Полезный, дельный комментарий. А вот это хихихаха, и уж тем более оскорбление, это как-то, ну, слушайте, несерьезно. Просто несерьезно. Так, ладно, в общем, вот мои овощи здесь. Здесь фасоль, тыква и кабачок, ну, естественно, заливка из томатной пасты, горчицы с разными приправками. И это гарнир, мяса там внутри нет. Овощи эти пойдут вот к таким куриным ногам. Ну, я так называю, куриные ноги. Ну, а что это, да, бедро и голень. Куриная нога. И здесь у меня две штуки. В холодильнике всю ночь мариновались эти ноги в смеси майонеза и томатной пасты. Ну, и приправа, конечно, была. Пахнет эта курица приятно. Это не угольки, так что все в порядке, да. Так, это еще не все. Мне еще нужно сейчас будет сделать ежики. И как я делаю ежики, я вам покажу. Вдруг кому-нибудь будет интересно. Для приготовления ежиков мне нужен фарш. У меня говяжий фарш, полкило здесь чуть больше. Я уже добавила приправу для мяса. И где-то часов, наверное, 15 фарш с этой приправой у меня мариновался в холодильнике. Также мне нужен рис. У меня длиннозерный, но судя по инструкции, по которой я готовлю эти ежики, не важно, какой рис. Круглый, длинный, лишь бы был. Так, что еще для заливки? Мне нужна томатная паста, горчица, вкусная соль, сахар и моя самодельная приправа без соли. Я не зря, да, показала вам вот эту бумажку. Я уже лет 8 готовлю ежики по вот этой вот инструкции. Не придерживаюсь досконально инструкции. Например, я не использую лук, не использую морковь в приготовлении. Лук мы вообще не едим, морковь. Мужу не понравились ежики с морковью. Поэтому я ее не добавляю. Да, еще вот сметаны у меня нет. Когда есть, то я сметану добавляю в заливку, а так ограничиваюсь вот этими ингредиентами, и получается все очень даже неплохо. Первое, что нужно сделать, это замочить рис в горячей воде. А рису нужно 70 грамм или 6 столовых ложек. Я буду ложками мерить, но можно и на весах, неважно. Вот 6 ложек. Обычно я на глаз сыплю, уже столько лет готовлю. Примерно столько и насыпаю. Воды нужно полстакана, примерно 100 миллилитров. Вот, заливаем, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Второй этап, это работа с фаршем. Если бы я действовала строго по инструкции, то к этому фаршу я бы добавила мелко нарезанную луковицу, натертые две морковки на крупной терке. Я бы их потерла, сюда бы положила, сюда бы пошел рис и приправа магина второе для фарша. Но я действую по-своему, не по инструкции. Приправа мне сюда уже не нужна, она здесь есть. Все, что остается, это добавить рис. Он уже слегка разбух, и добавлять его нужно вместе с жидкостью. Вот, целиком нужно его оттуда добыть. В инструкции так и написано, да. Жидкость нужна, чтобы фарш был более, видимо, эластичный. Вот, вот что получилось. Нужно все это перемешать и сформировать 10 ежиков. Можно больше, можно меньше. Все зависит от того, какого размера ежики вы хотите получить. Ежики я уже слепила, поместила их в сотейник. Дно сотейника, естественно, смазала небольшим количеством масла. И сейчас нам нужно приготовить заливку, то есть соус. Если бы я действовала по инструкции, то я взяла бы 400 мл холодной воды. Добавила бы туда 3 столовые ложки сметаны и специальную приправу для соуса. Но я так делать не буду. Я буду мешать свою заливку. Так, и что мне для этого нужно? Я уже, в общем-то, показывала все ингредиенты. Возьму я ложку горчицы. Также возьму пару ложек томатной пасты. Ой, прошу прощения. Томатная паста, вот такая симпатичная. Это ящик астраханских помидоров. Довольно вкусная, кстати, томатная паста. Потом я, разумеется, за кадром как следует размешаю все эти ингредиенты. Сейчас не хочу бревать и ваше время тратить. Так, что еще? Вкусная соль. Как обычно, на глаз стараюсь не пересаливать, не перебарщивать. Ну, опять же, в ежиках у меня уже есть приправа. Сахар. Сахар мне нужен, потому что томатная паста кисловато. Мне это не очень нравится. Сахара так не очень много положила. И моя приправа без соли. Здесь лук, перец, морковка, еще что-то. Да, опять же, на глаз. Ой, перец в нос попал, сейчас буду чихать. Так, вот такая получилась заливка. Сейчас я как следует ее размешаю и залью этим соусом свои ежики. В этот раз у меня, кстати, получилось 9 ежиков. Обычно бывает меньше, они такие крупные. Муж за один раз не съедает или пополам. Но в этот раз, вот специально для видео, наделала маленьких ежиков. Ну и давайте зальем все это заливкой. Вот. Ну, это я сейчас ложкой довыгребаю и тоже сюда помещу. Просто одной рукой неудобно. Так, инструкция. Берем ее в руки и читаем. Тушить ежики нужно под крышкой на малом огне в течение 40 минут. В зависимости от сорта риса, время приготовления может увеличиться до 50 минут. Да. Но я так полагаю, что этот рис самый обычный. 40 минут за глаза хватит. Так что будем ждать, пока мои ежики приготовятся. Ну и посмотрим на результат. Вот такие веселые ежики у меня получились. Посмотрите, какие они забавные. Как весело из них торчит рис. Моему мужу ежики очень нравятся. Поэтому периодически я их готовлю. Я вообще, когда готовлю, ориентируюсь именно на вкус своего мужа. Да, я не кулинар. Я не шеф-повар года. Готовлю как получается, как умею. Кому-то, возможно, это кажется вообще несъедобным. Но тут уж, сами понимаете, каждому свое. Кому-то что-то нравится, кому-то нет. Так что вот, приготовила ежики, сварила суп, потушила овощи и запекла курицу. И на сегодня мои дела практически закончены. Осталось только помыть посуду и можно идти уже спать. А Риченька сегодня идет к доктору. Да, Ричусь. Так, в тальмологу пойдем. А то глазки красные какие-то. И зрение упало очень сильно. Ничего собака не видит. Ходит на все, натыкается. Да, Риченька. О, Сапит недовольная. Конечно, не любит она к врачам ходить. Там же будут трогать, лезть везде. Да, едет она на индустриальный. Там у нас открылся филиал офтальмологического центра Окулюс. Врач там в определенные дни принимает. Вот сегодня как раз была возможность записаться. Записались. Вот сейчас муж отвезет Ричи в этот центр. Ну, а потом, когда они вернутся, я узнаю, в какую сумму обошлось пребывание, прием. И какие нужны лекарства. И, в общем, да. Как-то небюджетно мопсов-то заводить. Дорого они выходят. И глаза, и уши, и аллергии. В общем, чего только нет у этих мопсов. Но зато и радости очень много от этих собак. Ну, что Риченька. Уже тут угнездилась. Ну, придется тебе ехать. Ну, в трамвайчике песни попоешь. Хоть какая-то радость. Ну, вот, собака приехала домой. Да, ну, как прошел ваш визит в клинику-то? Нормально, хорошо она себя вела? Ну, как? Когда чужих собак слышала, она начинала очень сильно волноваться и пытаться их съесть. Но, в целом, было себя прилично. А в трамвае пела? Ну, нет, переживала сильно. По крайней мере, когда туда ехала, ей неудобно было сидеть на коленочках. Обратно-то я ее на полу держал. Ну, это чтобы лапки не испачкать, чтобы в клинике потом. Ай, не было проблем. Ну, что, давайте смотреть, в какую сумму в среднем обходится поход в офтальмологическую клинику. Вот, посмотрите. 3190 рублей сегодня отдали. Первичное обследование 1800. Вторичное... Обычно дешевле. Дешевле. Ну, рублей на 200-300. Как-то так. Да, что нам делали? Биомикроскопию. Потом какой-то тест Ширмера. Это наглазки, да? Это слезки сколько у него выделяется, если я правильно понимаю. Ага. Да, и еще продали одно лекарство. Вот. Такие бумаги выдают в этом центре. Вот здесь все написано. Так. Ну, что у нас здесь? Ой, я даже таких слов-то не знаю. Энтропион медиальных участков век. Это что? Непонятно, да? Пигментный кератит. Что такое? Это то, что у нее на роговице образуется пигмент, который мешает ей видеть. Перекрывает зрение собаки, да. Она плохо видит. Он перекрыл настолько сильно, что у нее упало зрение. Да, упало. Но это необратимо или обратимо? Или слегка обратимо? Слегка обратимо. Но до старты, до стопроцентной, конечно, довести невозможно. Ай, это, конечно, грустно. Но чтобы хоть как-то вернуть собаке зрение, нам вот прописали лекарство Гелан, дозировки 0,3% и циклоспорин. Мы уже, естественно, поискали эти лекарства в интернете. Гелан – это человеческое лекарство. Оно в разной бывает дозировке. И стоимость упаковки из 30 капельниц маленьких на один раз в районе 500 рублей. Это в аптеке ЛекОпт Торг. А на аптеку Ру больше 500. Да, капать нужно 4 раза в сутки на протяжении 3 месяцев. Мы так примерно прикинули. В ближайшее время нам нужно будет на этот Гелан выложить 6 тысяч рублей. Забавно. Что касается циклоспорина, я вообще не нашла это лекарство в интернете. Мне по моему запросу выдают любые другие лекарства, в которые этот циклоспорин входит. Но в чистом виде его можно будет приобрести только в этом заведении, в этой клинике. Ну, нужно звонить. Вообще у них есть, да, этот циклоспорин? Да, конечно. Ну, нужно проверять. Есть он сегодня, нет. Хорошо, что хоть недалеко ездить. Когда-то Окулюс был только на Маршала Казаковой или где-то в той степи, да, на Ленинском проспекте. Это, конечно, очень далеко. Сейчас-то поближе стало нам добираться. Это не может не радовать. Да, Риченька, Зойка. Гелан – это увлажняющие капельки с гиалуроновой кислотой. А циклоспорин, я не знаю, что такое, но капать его нужно три раза в сутки в течение двух месяцев. Да, и повторный осмотр у нас через месяц. Ну, попробуем за этот месяц обзавестись всеми этими лекарствами в нужном количестве. И прокапаем их, посмотрим, что изменится. Да, Риченька, ты моя, Зойка. Ну, что поделать. Домашнее животное – это не игрушка. Иногда они болеют, приходится вкладывать деньги, силы, нервы, время. Да, вот четыре раза в сутки. Это еще ерунда, когда у Кнопа глазки болели. Мы, по-моему, каждые два часа какие-то лекарства капали. У нас несколько было разных вариантов. И каждые два часа просыпались, и ночью, и когда угодно закапывали. И, к счастью, обошлось без операции. Хотя нам говорили, что, может быть, нужно будет делать операцию, но обошлось. Теперь вот с Ричи будем возиться. Ну, и, надеюсь, все будет у нас хорошо. Ну, такая не очень, может быть, хорошая нота. Да, немножко печальная, на которой я завершаю этот влог. Но он уже довольно длинный получился. Берегите своих животных вовремя, водите их в клинику. Не запускайте, лечите, и все у вас и у них будет хорошо. Ну, и у нас, конечно. Ну, да, на этом я завершаю. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok